Константин Скоркин с нами на связи, независимый журналист и политолог. Константин, здравствуйте, рада вам в эфире Фридом. Доброе утро. Здравствуйте, взаимно. Будут ли, как вы думаете, последняя фраза до наших коллег со ссылкой на военных экспертов, что российские оккупанты будут использовать население региона Донбасса, Донецкой и Луганской областей для защиты своих непосредственно позиций? Как это, в принципе, объяснить, даже если вы организовываете оккупацию определенного региона? Мне, например, сложно понять. Вы видите перспективу, возможно, в таких действиях россиян? По большому счету, население Донбасса все время играло роль живого щита и пушечного мяса. Это, собственно, с 2014 года. Как все началось, так это и идет. То есть как сначала прикрывались этими жителями для того, чтобы организовать эту спецоперацию по созданию народных республик, потом по аннексии этих территорий. Ну, так, собственно, и продолжается. Используют население как пушечное мясо во время боевых действий. Хорошо это видно было, начиная с 2022 года, с полномасштабного вторжения, когда началась принудительная мобилизация. И, собственно, вот этот термин про мобиков появился тогда, когда вот этих жителей Донбасса, плохо подготовленных, невооруженных, стали бросать в какие-то горячие участки фронта, чтобы сберечь, соответственно, силы, собственно, российской армии. Поэтому ничего удивительного нет. Собственно, этот процесс как бы как шел, так и идет. И поэтому тут ничему удивляться не нужно. Собственно, это такой расходный ресурс, который для Российской Федерации является допустимыми потерями. По поводу этого поезда, да, сейчас я недавно прочитал роман российского писателя Владимира Сорокина. Вот там есть образ поезда такого тоже длинного, который едет на человечине. Я, наверное, это вспомнил, когда смотрел этот сюжет про этот царь-поезд. Потому что это действительно отличная такая метафора современной России, что это такой поезд, который едет на человечине. Разные, да, схемы, собственно, защиты своих территорий, которые оккупировала российская армия, были использованы. Это «Зубы дракона», линия Суровикина, так называемая. Теперь еще и «Царь-поезд». Ждем каких-то новых, возможно, ноу-хау от российской армии. А в целом о народе, жителях Донбасса, которые ныне остаются в своих домах, не имея возможности либо уехать на территорию подконтрольной украинской армии, либо же в Европу, либо же на территорию Российской Федерации. Нам знакомы эти мысли, да, потому что не чужды нам эти земли. Скажем так, мне не чужды земли Луганской области, города Алчевска, вам также. Константин, собственно, в своих речах все еще, как российская пропаганда, так и представители центральной власти, и не только региональной, все еще используют вот этот тезис, мысль о том, что мы пришли защищать Донбасс. Какой-то мифичный народ Донбасса, видимо, это, наверное, в мыслях Кремля какой-то этнос отдельный, оставим их влажные фантазии им же на рассмотрение. Но, тем не менее, вот этот тезис, он не меняется на протяжении уже почти 10 лет. А если вот вы замечали, возможно, метаморфозы этого тезиса, видоизменений или прочего, почему настолько крепко от него не могут отстать представители государства-террориста? Ну, потому что это такая удобная формула для того, чтобы показать... Ну, во-первых, прежде всего, это нужно для того, чтобы отделить жителей оккупированных территорий Донбасса от остальной Украины. То есть там живут не украинцы, а народ Донбасса. То есть такие как бы русские люди, но не совсем, как мы видим, да, все-таки они чем-то внутри российской вот этой градации, они отличаются, потому что их хотя бы, потому что их, например, не жалко. Вот мы перед этим говорили о тактике Российской Федерации, живущих в щитах и пушечном мясе, собственно, по крайней мере, в этой иерархии такие русские, но как бы не первого сорта. Вот можно вспомнить, да, вот как было там украинцы трех сортов, российские политтехнологи разрабатывали на 2004 год на выборы такую концепцию, да. А здесь получается, что российский, собственно, русский народ тоже разных сортов бывает с точки зрения Кремля. Вот, собственно, на Донбассе живут русские не первого сорта явно. Поэтому это вот такая первая. Это первая, это, собственно, идея разделения украинского народа, украинской нации от отделения жителей Донбасса в отдельную Катимонию, да, которые нуждаются якобы в защите со стороны Российской Федерации. Это второй момент, это, собственно, легитимизация агрессии таким образом происходит. Поскольку есть народ, который нужно защищать, то тут какой-то, значит, братский, дружественная часть русского народа, значит, тут все средства хороши, и мы можем пускать в ход весь свой арсенал, все свои возможности для того, чтобы, значит, защитить вот этих братских каких-то нам людей. Поэтому это вот такая долгоиграющая вещь, и она очень плотно уже прошита, запаяна в российскую пропаганду, то есть это такая уже формула, вот эти все дети Донбасса, там, народ Донбасса, где вы были 8 лет, то есть вот это все пропагандистские мебы, они прочно прошиты везде, и поэтому это очень удобнейший инструмент, от которого, естественно, они будут отказываться, даже несмотря на то, что формально Россия уже аннексировала эти территории, да, то есть уже нет никакого отдельного субъекта в виде Донбасса, потому что они, де-факто там, так называемый ДНР, ЛНР, сейчас это как бы российские области, да, по российским законам нынешним, ничем не отличающиеся, там, не знаю, от Воронежской или Белгородской, но тем не менее, как бы этот мем, он остается, потому что он обосновывает эту войну, он ее оправдывает внутри страны, как бы, и пытается, Кремль оправдывает свои действия во внешнем мире тем, что он защищает, вот, братский народ Донбасс, мистический. Константина, если обратиться к тому, что мы имеем уже на сегодняшний день, мы неоднократно говорили о том, например, что очень активно, еще сначала полномасштабного вторжения забирали на фронт местное население на территории оккупированных и Луганской, и Донецкой областей, сейчас мы можем сложить некое впечатление, насколько Кремлю удается вот эта задумка об уничтожении народа Донбасса, насколько это реализовано? Да, ну, собственно, этот процесс, опять-таки, я же говорю, что он не прекращается, на самом деле, этот процесс. То есть посчитать очень сложно сейчас, да, насколько вообще это все, какие это имеет масштабы? Какие, собственно, цифры, да, сложно на самом деле установить. Мне кажется, что это одна из задач вот в будущем, когда после поражения путинского режима, когда будут там международные трибуналы, мне кажется, это одна из тем, которые тоже стоит на этих будущих разбирательствах поднять, то есть какие демографические потери понес Донбасс. То есть, де-факто, это, вот Путин столько говорил о том, что Украина проводит геноцид народа Донбасса, да, вот это тоже еще одна пропагандистская мифологема, которую активно используют. Но по факту этот геноцид осуществляет как раз Кремль, потому что с 2014 года Донбасс несет огромные демографические потери за счет тех людей, которые были вынуждены оставить свои дома и покинуть Донбасс, да, и плюс, ну, прямые потери военные, и особенно вот эта варварская мобилизация, начавшаяся после полномасштабного вторжения, ну, еще усугубила территорию. То есть, как бы, Донбасс, в принципе, и до войны, до 2014 года был, ну, скажем, демографически не очень благополучен. Была высокая миграция из региона и низкая рождаемость, большая доля пенсионеров, то есть все это было. Вот, но вот эта катастрофа, которая началась в 2014 году, конечно, нанесла Донбассу вообще непоправимый ущерб с точки зрения вот именно человеческих ресурсов, не хочется даже говорить слово это ресурсов, да, с точки зрения людей, да, населения этого края, как бы, то есть тут просто чудовищные потери. Ну, и в целом, если посмотреть тогда, российская армия на территории именно Донецкой и Луганской областей, она стерла с лица земли несколько городов, немаленьких городов, которые по сравнению с городами российскими были, ну, я могу, по крайней мере, по своему личному опыту и, судя, благодаря своим глазам могу оценивать и сравнивать то же счастье, тот же Северодонецк, Лисичанск. Да, скажем так, это обычные города Донбасса, рабочие города, где основная экономика строится, собственно, либо же на предприятиях, которые являются городообразующими, ну, либо же вот город так живет, собственно, эти города частично уничтожены. Маринка, Попасная и прочее-прочее. Но почему-то в своих заявлениях представителей Кремля после, там, фразах о защите и прочего-прочего, так называемого народа Донбасса, о послеречах, простите, я не могу сдержаться, идиота, господина Коца, который приезжает в Лисичанске и говорит о том, как хорошо, что теперь в Лисичанске работает телефон стационарный на улице, забыл, как называется, честно говоря, таксофон, вот, наконец-то вспомнил. Но в этих речах почему-то нет фраз, либо они попросту отсутствуют, либо как-то мямлить начинают представители России о восстановлении этих городов. А почему, Константин, как вы думаете? Ну, во-первых, прежде всего, потому что, если говорить о восстановлении, значит, нужно и говорить о том, кто разрушил. Они пытаются, там, как-то, особенно когда про Мариуполь, они любят там говорить, что неонацисты разрушали город, прикрываясь смертными жителями. Ну, то есть, это понятно, что это такая уже пропагандистская брехня, которую сложно уже даже на внутрироссийской аудитории впадить. Поэтому поднимается, сразу возникает вопрос, да, то есть, если разрушили, то кто разрушил? Кто ввел там наступательные действия, кто захватил эту территорию? То есть, понятное дело, да, и это сразу, поэтому этот вопрос стараются не поднимать. То есть, там, где у них есть возможность, то есть, вот они зато вкладывают большие деньги, они там, например, как они это называют, там, восстановление Луганска, да, то есть, в котором боевые действия в этот период не велось, да, но они там усиленно, там, правительство Москвы, например, там усиливает, как вкладывают, там, плитку меняют, остановки делают по московскому образцу общественного транспорта. То есть, собственно, вот такие, ну, это явно, что на этом распиливаются большие деньги абсолютно. Там, где действительно нужно дать какой-то результат, чтобы это не было потемкинской деревни, где действительно нужны большие вложения, это уже не так интересно, им, очевидно. Вот, ну, и, как бы, самое главное, это то, что вопрос о том, кто разрушил, да, отсюда становится все понятно, почему они стараются замалчивать эту тему. Да, ну, опять же, возвращаясь к этому так называемому царь-поезду и к тому, что происходит сейчас на востоке Украины, к тому, что происходит наиболее напряженных горячих точках, напомню, Авдеевка, Маринское направление, мы так понимаем, что будут продолжать, вот так сказать, освобождать, да, хотя почему в кавычках освобождают от людей, освобождают от домов, освобождают от всех признаков жизни российские оккупанты, украинские города, то есть вот эта задача Путина, выйти на границы Донецкой и Луганской областей, она сейчас сохраняется, и тут уже оккупанты ни перед чем останавливаться не собираются. Да, и, ну, это поставлено в их целях, задачах, собственно, Путиным, да, о том, что нужно выйти на границы, собственно, с этого это было одно из первых. Еще до начала полномасштабного вторжения, собственно, они обозначили эту задачу, что-то это как на их пропагандистском языке это называется как-то выход на границы ДНР-ЛНР. Вот, и они, собственно, эту задачу продолжают, и действительно ни с чем считаться не будут, и никакие тут потери, разрушения никого не смущают, потому что, ну, собственно, это мало кого, на самом деле, в Кремле волнует, что там происходит. Потому что, еще раз повторюсь, то есть тут дело, как бы, Донбасс, это абсолютно такая фигмура прикрытия, да, для российского вторжения, российской агрессии против Украины. Но при этом сам Донбасс мало кого волнует. Ну, будут разрушения, и, да, освобождение от жителей, оно будет продолжаться, конечно. Напомним также, что кремлевские власти незаконно хотят провести так называемые свои выборы, псевдовыборы президентские, не только на своей территории, но и на территории украинской, в Крыму, в части Херсонской, Запорожской области, Луганской и Донецкой в том числе. Сообщают местные паблики и также сайты, которые там относятся к так называемым молодым, стремительно развивающимся, все в больших кавычках, понятное дело, республикам, что в том числе будут проходить так называемое информирование. Вот в Луганской области будут ходить какие-то обходчики, неизвестно, кто это будет именно, а члены участковых избирательных комиссий, которые будут доносить важную информацию касательно избирательного процесса по так называемым выборам. Люди будут ходить по территории Луганске, Волчевске, в других, Перевальске, в других городах этой области. Как я понимаю, что не только в Луганской области такой процесс будет, возможно, и он распространится на другие временно неподконтрольные части Украины. А с какой целью тут, мне интересно понять? Ну, я думаю, что не нужно быть 7-5-де во лбу, чтобы знать, что вот вскоре будут на территории России и на территории украинских территорий, простите за автологию, на территории Украины временно неподконтрольной части, эти выборы так называемые. Ну, то есть уже сомнительно, да, вот эта история про информирование. Тогда с какой целью это может быть, как считаете? Я думаю, что это будет оказываться давлением на жителей, чтобы они в добровольно-принудительном порядке все шли голосовать. То есть на эти выборы большие поставленные проценты явки администрации президента Российской Федерации запланированы. И по самой России, ну, соответственно, по оккупированным территориям это тоже важно, потому что один из, как бы, таких слоганов этой кампании будет то, что Донбасс голосует за Путина, да, то есть здесь явка должна быть просто огромной, да. То есть все, все старые, младые, все должны идти голосовать за Путина. То есть тут поэтому, я думаю, будет усиливаться вот это давление на местных жителей, чтобы обеспечить какие-то сенсационные, там, 90-процентные показатели явки с соответственными результатами за Путина. Собственно, это сейчас сбрасывается как ТПА и всем руководителям российских субъектов Федерации и, соответственно, главам оккупационных администраций также. И Донбасс тут в приоритете, потому что, собственно, для Путина сейчас Донбасс такая важная. Как мы помним, когда он, собственно, ну, так сказать, вот этот цирк с тем, что он там согласился милостиво снова стать президентом России, это произошло на встрече, вот, собственно, с этими донбасскими боевиками, да, там этот Жога попросил его о том, чтобы он снова шел в президенты и так далее. То есть это уже показано то, насколько Донбасс важный элемент пропагандистской кампании на этих так называемых выборах. Поэтому, да, на население Донбасса будет оказаться давлением. Да, ну, то есть население особо не горит желанием на вот эти так называемые участки, так называемые выборы идти? Я думаю, что желания, конечно же, нет. Ну, понятно ли дело, что люди уже, те, кто особенно жили на территории так называемых ДНР и ЛНР, кто давно уже находятся в ситуации оккупации, они как-то уже смирились больше со своим положением, да, и уже как-то эти все, может быть, более как-то податливы, да, вот всем требованиям оккупантов. Но, скажем, те территории, которые вот были только завоеваны там недавно, да, там, я думаю, что будут давить сильнее, потому что это население рассматривается как нелояльное, которое еще недавно, значит, было как под властью киевского режима, как это говорят в российском телевизоре. Поэтому там, я думаю, будут требовать лояльность жестче, да. И, ну, в целом, для Донбасса, от Донбасса в очередной раз будут требовать вот так, проявление лояльности доказывать свою верность Путину. Вам спасибо огромное за участие в эфире Freedom, всегда вам тут рады. Константин Скоркин, напомню, был с нами на связи независимый журналист и политолог. Субтитры создавал DimaTorzok